Компания по декларированию доходов, полученных в 2018 году, продолжается. У налогоплательщиков впереди еще месяц. Кто должен обязательно отчитаться о доходах и как это сделать, узнавала моя коллега Галина Титарчук. Если в 2018 году человек, например, продал квартиру, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения, или сдавал в аренду жилье, или получил дар автомобиль не от близкого родственника, то в 2019 году он должен отчитаться о своих доходах. Декларацию можно подать в бумажном варианте, как это сделала я, а можно в электронном виде. Кстати, в Чувашии уже более 20% налогоплательщиков именно так заполняют и подают декларации. Быстро и очень удобно. Впрочем, не важно, какую форму выбрать, главное отчитаться в срок. На сегодняшний день, как Станислав Маисович у нас уже отметил, нас продекларировали только 29%. За 2018 год обязаны нас продекларировать более 7000 плательщиков. В случае, если налогоплательщики, обязанные продекларировать свои доходы, не представят в сроке, установленной налоговым кодексом, то есть до 30 апреля 2019 года данную декларацию, то при представлении декларации уже в более поздние сроки, они будут привлечены к налоговой ответственности и к штрафу не менее 1000 рублей. В апреле налоговая служба переходит на особый режим работы. Сотрудники будут работать с 9 до 20.00, а 4, 5, 25 и 26 апреля пройдут дни открытых дверей. Всем желающим здесь подробно расскажут о порядке декларирования доходов, о том, как получить налоговые вычеты и помогут в заполнении налоговой декларации. Заплатить НДФЛ по предоставленным декларациям необходимо до 17 июля, причем за каждый день просрочки уплаты налога будет начисляться пеня. Галина Титарчук, Валерий Резюков, Республика.